провести у нас в Булгаковском доме. Наверное, первое слово нужно предоставить директору издательства «Время», которая выпустила юбилейное издание, трехтомник и книгу стихов. И я приглашаю на сцену директора издательства «Время» Аллу Михайловну Кладкову. Спасибо. Это издательское счастье выпускать таких писателей, как Марк Сергеевич Фритонов. Потому что кроме того, что ты выпускаешь, и выйдут книги, и книги будут красивые, и дай Бог, на них найдутся. Знаете, как хочется отдать своего ученика в хорошие руки, так хочется, чтобы и книги попали к тем читателям, которые их полюбят, так же, как полюбили их мы. А второе счастье, что ты можешь заново все это прочитать, заново освежить это в голове, потому что что-то читано тогда-то, что-то тогда-то. А вот, наконец, в России впервые вышла провинциальная философия, именно так, как она была автором, задуманной трилогии. Ну, что я могу сказать? С Марком Сергеевичем очень хорошо было и приятно работать. Об этом лучше, наверное, нам скажут, если закончить его на редакторе Татьяны Львовны Цимарковой. Но каждый раз, когда мы встречались и с Марком Сергеевичем, и с его супругой, Галины Самсоновной, чьей замечательной графикой оформлена книга стихов, каждый раз это было очень приятно и удивительно, и трогательно. Я очень благодарна судьбе, что так получилось, что мы мы с Марком Сергеевичем знакомы давно и выпускали его книги. Но вот эти вот юбилейные такие, особенные, это была особенная радость прикоснуться к ним за мной. Поздравляю вас, Марком Сергеевичем. От всей души. Благодарю вас, Марком Сергеевичем. Я приветствую своих друзей. Я благодарю всех, кто сегодня пришел на эту встречу. Я благодарю тех, кто устроил эту встречу. Издательство «Время» – Анна Михайловна Гладкова. Я благодарю Дому музея Гулгакова Андрея Коровина, который сейчас ведет этот вечер. Мне в августе этого года исполнилось 80 лет. И издательство «Время» выпустило к этому видео две моих книги. Толстый, как вы видите, том моей прозы. И первый сборник моих стихов. Ино поздних лет. Слышно меня? Да, очень хорошо. Значит, вы увидите эти книжки, вот они здесь есть, вы сможете их получить, там довольно подробно о них рассказывать. Вы их полистаете и увидите. В сборник прозы содержится трилогию «Провинциальная философия». В них он включает в себя три романа. Прохор Меньшотин «Провинциальная философия» и «Линии судьбы» или «Сундучок Милашевича». В таком полном виде трилогия единственный раз была издана лишь во Франции. У нас в России она издана впервые и по-настоящему еще не была прочитана. Мне могут возразить, что по отдельности части этой трилогии можно было прочесть в разное время и в разных изданиях. Но тут существенно как раз когда и в каком виде эти романы могли быть прочитаны. Роман Прохор Меньшотин был написан в 71-м году, более полувека назад. И ждал публикации 17 лет. Он был опубликован в моей первой прозаической книге, сборнике, в 88-м году, во время перестройки. Мне был тогда 51 год. В 51 год первая книга проза, можно представить, что это такое. Единственное прозаическое произведение до этого было у меня опубликовано в журнале «Новый мир». Это повесть «День февролей» с предисловием Данида Самойлова. И все. К началу перестройки, то есть к 88-му году, у меня было всего две прозаических публикации. Больше я ничего не печатал. И третья прозаическая книга, которая у меня вышла, был роман «Линии судьбы» или «Сундучок Милошевича». Он был опубликован в журнальном виде, в журнале «Дружба народов». Меня журналист просил очень сильно сократить этот роман, потому что, во-первых, объем большого для журнала, в нескольких предложениях нельзя было печатать. Ну и кроме того, мне в журнале сказали, что там не все было понятно. Там появлялся автор провинциальной философии Симеон Милошевич, его исследователь, филолог Антон Дизавин, написавший о нем диссертацию, некоторые другие персонажи. Но откуда они появились, как они связаны между собой, так просто не было понятно, потому что появились они впервые в романе «Провинциальные философии», который еще не был напечатан. То есть «Линии судьбы» должны были появиться раньше провинциальной философии. Но я, тем не менее, согласился очень сильно сократить «Линии судьбы» или «Сундучок Милошевича». Но очень хотелось, чтобы хоть что-то у меня еще было напечатано в 51 год. Но это был уже 92-й год, то есть уже даже больше мне было. Я это сделал. В редакции роман очень понравился. И даже в сокращенном виде он произвел хорошее впечатление. По совпадению, как раз тогда была впервые учреждена русская букеровская премия. И роман был выдвинут даже в таком сокращенном виде на букеровскую премию в 92-м году. Глава букеровского жюри, замечательный критикал Латынина, попросила меня почитать полный текст. Я ей его дал. И на нее он произвел сильное впечатление. Еще раньше ее полный текст прочла и написала внутреннюю рецензию для букеровского комитета ее дочь Юлии Латынина. Она сказала о романе такие высокие слова, что я даже постесняюсь их повторять. Роман вышел в первых номерах «Дружба народа» 92-го года. И несмотря на то, что он был в сокращенном виде, он прозвучал как-то и вошел в букеровский список. Очень большим сторонником этого романа в букеровском жюри был член жюри Андрей Донатс-Синявский. Он специально приехал в Москву участвовать в букеровском обсуждении. Короче, в декабре роман получил первую в России букеровскую премию. И только после этого редактор журнала «Новый мир» попросил у меня разрешение наконец напечатать провинциальную философию. В 1993 году была напечатана провинциальная философия уже после предыдущего романа «Линии судьбы». А в 1994 году в моем двухтомнике был наконец напечатан в полном виде «Линии судьбы» или «Сундучок Милошевича». Вот в таком виде появилась эта трилогия. Когда я готовил ее для издательства «Время», я как бы сам впервые по-настоящему ее прочел. Дело в том, что когда читаешь в правильном порядке целиком после долгого перерыва в книге собственный даже текст, воспринимаешь его как бы новым чужим взглядом. Это знакомо многим. То же произошло со сборником стихов, с этой небольшой книжечкой, которую я представил издательству. Когда читаешь стихи отдельно, порознно, и в книге они производят разные впечатления. Вот здесь есть поэты, они это знают. Я многие годы уже был известен как прозаик, как эссеист, как переводчик, но я мысленно соизмерял свои тексты с более высоким для меня измерением, если можно так сказать, поэтическим. Объяснить это трудно. Поэзию, как известно, отличают от прозы не рифма и не ритмическая организация. Восиб Мандельштам сказал, что подлинно поэтический текст нельзя пересказать другими словами. Он единственный, абсолютный. Набоков написал, что поэзия дает возможность выразить иррациональное содержание рациональным языком. И замечательное определение дал Йосиф Гродский. Он сказал, чему научается прозаик у поэта. Он научается предельной сфокусированности выражения, концентрации смысла, чтобы обходиться без необязательных, самих собой разумеющихся слов. Вот я, когда писал прозу, я старался иногда все-таки этого добиться. И мне казалось, что иногда мне это удавалось. Простите, я давно не говорил вслух. Можно понять то, что я говорю? Да, спасибо. Как назло, я к сегодняшнему дню еще и простыл. У меня в прозаических книгах, те, кто меня читал, могут, наверное, заметить, есть тексты эссеистические, прозаические, набранные на полную ширину страницы. И вдруг среди них возникают фрагменты, организованные как бы свободным стихом. По-французски «Vère libre» называется. Это были случаи, когда мне казалось, удавалось что-то предельно сфокусировано, концентрировано, без лишних, необязательных слов выразить то, что я хотел сказать. Со временем у меня стали набираться такие тексты. Я стеснялся их, кому бы это ни было показывать, и тем более отдавать печать. Произошло это однажды как бы помимо моих намерений. Я в то время оказался в институте Склифосовского после первого инсульта. У меня было нарушено мозговое кровообращение, мне оперировали сонную артерию. И в моё отсутствие жене позвонили из журнала «Лихаем» и спросили, сказали, что хотели бы пригласить меня к сотрудничеству, не дам ли я им какие-нибудь тексты. Жена объяснила им, что я лежу сейчас в больнице. И они тогда сказали, не могут ли они мне чем-то помочь. Меня это, признаться, тронуло. Не каждый журнал спросил бы про незнакомого ещё в сущности человека, а не своего автора. Не могут ли они ему чем-то помочь. Мы связались с женой по телефону, и тогда у меня возникла мысль показать им, наконец, свои стихи. Это было в 2002 году, летом. За два года до того у меня умерла мама, и её смертью были порождены стихи на её памяти. Они есть в этом сборнике, можете их увидеть. Я предложил показать журнал стихи «Уход мамы» и ещё три небольших стихотворения. Они журнали сразу очень понравились. Тут же, в ближайшем номере, были напечатаны. И в редакционном предисловии, моему огромному смущению, я был назван не просто прозаиком, эссеистом и переводчиком, но другие меня назвали, а даже поэтом. У меня хватило чувства юмора, донестись к этому, так сказать, со смешкой. Но меня с тех пор стали в разных изданиях печатать. И даже больше того, меня стали печатать в таком журнале, как специальный поэтический журнал «Орион». Я упоминаю его, потому что сюда собирался прийти главный редактор, но я его не вижу, не знаю, пришёл ли журнал «Орион». По совпадениям, недалее, как позавчера, в Фейсбук упомяну два моих стихотворения, которые вошли в антологию лучших стихов года. Это стихотворение «Дорога», которое вошло в антологию лучших стихов года 2012 года. И стихотворение «Пробуждение», которое вошло в антологию лучших стихов 2013 года. Простите, что я как бы... То есть, но это определило мой выбор, что я вам сейчас хочу прочесть. Так. «Дорога». Рельсы ожили, двинулись, разбирают по ниткам. Светлое небо расходится, сходится множесть. Пояс не торопясь, осторожно принюхиваясь, распытывает неразбериху перед тёмных путей. И не сбиваются, выбирают единственный свой, твой. Другие спешат, отделясь, повернуть, затеряться, где-то в местах, где тебя не будет, в краях неизвестных возможностей, не состоявшихся встреч, неосуществленных желаний. Тебе достаётся лишь этот, уже предначертанный рельсами путь. Тонкая, чёткая линия на ладони пространства. Ты в начале дороги. Знать бы, что ты делаешь. Пожимаешься носом в окно, провожаешь глазами пустыри, перелески поля, закопчённые стены заводов, свалки, хранилища драгоценностей, дачные религи, речки, ныряющие под мосты, огороды, будки обходчиков, женщин с жезлами свёрнутых жёлтых флажков. Свет заслоняет быстрая туча, в диагонали дождя пунктиром просерчивает стекло. Вдруг из просвета ослепляет омытое солнце, заставляет щурить глаза. Простор поворачивается вслед твоему движению, не отстаёт, позволяет щедро в себя вглядеться, всё равно его не исчерпать, как событие жизни. Больше хочется ехать, чем приезжать. Щёлкает счётчик столбов, между ними вверх-вниз, на волнах перестука приплясывают провода. Поезд прорезает пространство тонкой чертой, время от времени выпускает на остановках людей, впускает других, берёт в каждом месте пробы, образцы человечества, обитающего вдоль среза. Девушка с тихой улыбкой, засохшая корочка на губе, станет недолгой спутницей, но сойдёт не с собой. Другая займёт её место, предложит тебе угощение, ты останешься с ней. Но отчего это чувство, что пронесло мимо жизни, чьей-то или своей? Хочется снова вернуться, всё опять повторить. Смотришь смущённо в окно, Это ты уже видел. Дома, перелески, заборы, макеты воспоминаний, их больше не оживить. Стекляшки, камешки, шишки, собрание детских сокровищ, подобранных на дороге. Скучный мусор на выброс. В вагоне включается свет, муха ползёт по стеклу, в оспинах прежних дождей. Смотришь не сквозь него. Полупрозрачное отражение заменяет вид за окном. Пробуешь в нём разлететь прыщик на подбородке, который нащупал пальцем. Прикрываешь ладонью зиготу. Нечем больше запомнить растянутый промежуток. Сколько осталось ещё? Приехал. Пора сходить. Дальше уже не тебе. Пробуждение. Пробуждение любовников. Продолжение сладкого сна. Нежный холм под ладонью, Соловей ослабевшие горсти. Напрягается заново жизнь. Набухает, тает, твердеет, Растекается новыми снами, Чтобы снова набраться сил. Пробуждение. Пробуждение после наркоза В больничной палате. Боже, чей-то сон по соседству, Значит, всё же вернулся Без пустоты, ниоткуда, В мир страдания, боли, надежды, Благословенно возможность терпеть. Входит, зевая, врач. Пробуждение кормящей матери. Да она, считай, не проснулась. Засыпает, не разлепляя ресницы. Пока ещё не на работу. Да смотреть бы, чем кончились встречи. Сопенье щекочет грудь. Дёсны покусывают сосок. Нежность, молочная боль. Пробуждение бомжа на скамейке. Холод всё же пробрал. На рассвете газета не греет, Как бы скорчится поплотней, Чтоб тепло удержать хоть внутри, Для живота и груди. Только сначала отлить. Всё равно будет мёрзнуть спина. Пробуждение старухи, деревья. Да и спала она. Что-то пыталась вспомнить, Пропускала сквозь пальцы, Перебирала дни жизни. Жаль тратить остаток на сон. Писок у кореков, торопит петух. Нужно давить корову. Пробуждение не в район. Перемещение из мира в мир. Достоверен ли тот, В котором пришлось проснуться? Вырываешься из кошмара, Чтобы оказаться в другом. Озираешься, сидя на нарах, Воздух застрял по решётке. Кто-то тяжко вздыхает, Бормочет, Проясняются тени, Растворяются в воздухе сны. Не удержишь, не унесёшь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Да, и последнее, которое я Как-то особенно люблю. Почувствовать, Понять загадку, Её очарование. Поникать ещё не разгадав, Пока она вибрирует, Трепещет, Неуглавимым переливом Красок, возможностей. Как рыба, Ещё в воде, Ещё не давшаяся в руки, Не потускневшая на воздухе, Живая, Как стих, Ещё не умершлённый, Единственным последним Толкованием. Всё. Теперь вопросы есть у кого-нибудь. Как вы заметили, Я плохо слышу Записочки. Да, если есть возможность, Лучше, наверное, Записать вопросы И передать на сцену записки. Вот есть бумага, ручка. Или скажите что-то, Кто что хочет. Да. Или если Кто-то хочет, Что-то готов сказать. Смелее. Наш, несмотря на просту, Смело. Автору надо Немножечко передохнуть. Ну, спроси так. Ты же громко же, Спроси, ты громко. У вас есть такая строка. Как тельца маленькая. Плохо слышно меня? Я вижу. У вас есть строка такая. Как тельца маленькая, Крылышком по солнцу В склянь перевернулась. Да. Что, какой смысл Вкладывается в слово В склянь? Я так понимаю, В склянь это В склянь. Переполни. Нет, склянь по Часовой стрелке. Склянь это По часовой стрелке. По часовой стрелке. Это второе значение Это слово. Вот, меня как раз Интересно. Вообще-то это строка Мандельштал. Я хочу попросить Одного человека Сказать. Дело в том, что Никто ее, наверное, Не знает. Вот в одном теале Есть такой молодежный театр. В нем собирается поставить Мой, инсценировать Мой роман «Джокер». Здесь присутствует Как сказать, руководитель театра. Мне бы очень хотелось, Чтобы она рассказала Проходите на сцену. Проезд. И про роман «Джокер» тоже готовы. Не все прошли. Анастасия Яблокова. Это я. Театр называется «Весь мир». «Весь мир», да. Да. Я очень рад, потому что Я впервые ее вижу. Мы переписывались. Она мне рассказывала Замечательную идею Этого спектакля, В котором решения будут Музыкальные, Балет, Непонятно, там, Это будет Джокер, кто такой. Он только что вопрос задумал. А Джокер будет? И что это вообще такое? Потому что Джокер – Это понятие, Как бы компьютерное. Музыкальный. Да. Вы расскажите, пожалуйста. Мне самому интересно. Я вообще Очень рада. С 99-го года читаю ваши книги. И началось у меня С Прохора Миншутина. Это до сих пор Мой любимый роман. И никогда бы в жизни Я не подумала, Что осмелюсь вам написать, Если бы я и прочитала Джокера И не поняла, Что вот это вот то, Что нам надо поставить. А у нас в театре Есть такая особенность. Мы очень любим хороший текст. И чтобы обязательно В тексте вот было Про то, Как искусство Меняет жизнь. То, Как стихи меняют что-то. Или там еще И, конечно, Вся литература Марка Сергеевича, Помимо того, Что там есть какие-то сюжеты Очень интересные, Всегда нам открывает Тайны творчества. Вот. И мы стали Вот это работать. И вот у нас тут сидят Некоторые актеры, Которые будут исполнять. Вы, наверное, Рыженького узнали? Это будет наш палец. Рыжий. Программист. Да, конечно. Вот. И когда стали делать, Очень интересно У нас происходит работа, Потому что все актеры Участвуют в толковании, Понимании того, Как и что И должно происходить. Если кто-то не читал роман, Там все происходит, Все события мы видим Глазами одного героя. И поэтому Многие сюжетные линии Как бы обрываются. А мои актеры Этим недовольны. Они говорят, Нет, нас так не устраивает. Ну ты нам скажи. В общем, Меня вынудили. Марк Сергеевич дал добро. Он говорит, Делайте свои трактовки. И мы, конечно же, Не можем перенести Всю литературу на сцену. Это будет другой формат. Все-таки сценическое искусство Пользуется Помимо текста И другими способами. Но мы постарались Все, что вы вложили, Все ваши идеи. Очень сильно Мы развили Кассандру. Кассандра в нашем спектакле Занимает большое место Вашу систему. Кассандра, Так мой герой Называет свой компьютер, Который иногда же Выкидывает всякие Произвольные вещи, да. И именно когда в компьютер Загружают стихи, Именно это самое стихотворение, Которое прочитал Марк Сергеевич, Наша любимая, Почувствовать понять загадку, Ничего не разгадав. Когда главный герой Загружает стихи, Машина оживает, Приобретает душу, И у нас она начинает Видеть прошлое и будущее еще. В настоящем герой. Мы будем рады, Если вы придете и посмотрите, И вы придете и посмотрите, Потому что, конечно же, Это... Пригласите заранее Все, Пусть есть. Четвертого и девятого Декабря В Лялин-центре, В культурном центре Лялин-центр У нас будет премьера. Премьера. Да. Лялин-центр. Это Лялин-прилог 24-26. Да. Да? Ну вот у меня вот тоже Все-таки вот вопрос По поводу этого романа, По поводу Джокера. Можно, да, Обратиться. Нам кажется, Что Кассандра, Это наша такая Как-то трактовка, Это та самая Сингулярность, О которой писал Математик сейчас, Который работает в Гугле И занимается прогнозами. Он говорит о том, Что когда-то Тоже писал Вернацкий, Но с помощью технологий Все человеческие сознания Объединятся в одно целое, В один общий мозг. Вот он показирует, Что это будет скоро, Благодаря именно тому, Что техника Очень сильно развивается И все быстрее и быстрее. И нам кажется, Что Кассандра Это и есть начало Вот этого самого Объединенного ума. И что ваш главный герой Он как бы Извлетатель Вот этого первооткрывателя Вот этого соединения Человеческого и электронного ума. Вот. Скажите, Вы думали, Вообще рассуждали, Что вы думали о Кассандре? Мне надо думать. Мне надо думать. Это тот случай, Когда читатели И вот инсценировщики Отдает новые мысли автору, И мне нужно думать самому. В общем, Мы находимся, Чем больше мы работаем, Мы третий месяц Занимаемся постановкой, Чем больше работаем, Тем больше нам интересного находим. Да. Спасибо. Настя, знаете, Расскажите, И вы написали мне в письме, Что у вас Получил какое-то Поощрение Спектакль о релике. О релике, да. У нас есть поставленный спектакль О релике, По его циклу рассказов, Который он написал после... Я не видел, Ничего не знаю, Да, но цикл рассказов, Вы знаете, Рассказ о Господе Боге, Да, Вы знаете, Такой цикл рассказов, Который Райнер написал После того, Как съездил в Россию. Он здесь познакомился Там с поэтами, Даже написал Несколько стихов По-русски, Но главное, Он сделал Вот прозаический цикл Рассказ о Господе Боге, Где Бог Выступает Совершенно Необычным персонажем. Вроде бы, Как это христианский Бог, Но, Наверное, Любой верующий В нашей стране Мы его посадили. Например, Бог вдруг ссорится Со своими руками Из-за того, Что руки пропустили Человека, А Бог не успел Его увидеть. И теперь Бог не знает, Как выглядит человек. И вот он поссорился Со своими руками. Или, Например, Значит, Крепенео там, Как Бог смотрел, Как Микеланджело работает, И спросил у Микеланджело, Микеланджело, А кто в камне? Микеланджело ему говорит, Ты мой Бог в камне. Он такой раз И сразу в камне оказался. И пока Микеланджело Не закончил свою работу, Значит, Вот Бог и не освободился. И мы сделали спектакль. Он у нас получился такой, Скорее даже Как перфоманс Сейчас говорят, Потому что у нас там Много импровизации, Музыкальный текст, И Пластические иллюстрации Делает у нас Танцовщица современного балета, Солистка балет Москва, Театр балет Москва. Вот, Получился. И нас пригласили, Вот сейчас будет выставка, Она прошла в Швейцарии. И в Швейцарии На открытии Играли швейцарцы Спектакль по переписке Цветаева с рельки. Значит, У нас здесь в Новом Манеже Будет открытие 8 февраля. И мы на открытии Будем выступать В нашем спектакле. Мы вас тоже приглашаем В Новом Манеже На открытие Рельки России выставки. Вот там Тоже можно будет На наш творчество посмотреть. И вас приглашаем, Артем Сергеевичу. Спасибо. Спасибо. Ну что, Еще у кого-то Может быть Возникли вопросы Здесь. Может быть У кого-то Возникли Еще какие-то вопросы. Предложения, Пожелания. Все стесняются, Макс Сергеевич. Пишут. Еще пишут. А, записки Еще пишут В процессе. Записки Еще пишут. А, записки Да, записки Если Если Никто Ничего не хочет Сказать Я могу Читать Еще. Да, конечно. Давайте Еще почитаем Пока Собирается С вопросом Почитайте Недавно отстроенной церкви, вот это, например, полно народу, например, это. Я почитаю Баха, пожалуй. Двести четвертый. У меня есть стихи, посвященные композиторам, художникам. Я всегда интересовал феномен авторов, не замеченных при жизни. Это поразительно совершенно. Бах не был замечен при жизни. В моем эссе «Закаты и утихли», который был запечатан в журнале «Звезда», есть целый эссе о непубликовавшихся великих художниках. Вот здесь есть, например, очень большое стихотворение поэта Песоа. Был великий португальский поэт, которого при жизни не знали. Его стихи нашли в сундучке после его смерти. Это были стихи, написанные им от имени многих авторов. Ну и так далее. Меня это всегда интересовало. Но я прочитаю про Баха. Зерна, злачные кости, четвертушки, осьмушки, В тактовых разгородках, на иссохших листах, Уважненные слухом, растают. Божественный вдох. Ветер волнует Ниву, Льется звучащий свет из селяющих облаков. Подъем по грозным ступеням. Внизу осталась одышка. Мирная мощь мехов соединилась с дыханием. Выше, выше. Над фугами травянистых холмов, Измеренные в детстве шагами. Над хребтами хоров, Голосами заморышей ангелов. Над похлебкой из брюквы, Недовольством начальства, Над величием неуспеха. Трепет слезы и горе. Сердце измучено болью. Зренье меркнет. Выше, выше по лестнице в небо. Все растворилось в звуках, Как растворяется в вечности и время. Здесь правота и опора гармонии, Счастье услышать, Оставаясь всю жизнь неуслышан. Имя забыто, В богодельню ушла вдова, Запустела могила, Зерна нот затерялись среди бумаг, Чтобы однажды врасти в открывшийся слух, В жизнь после жизни. Ну и вот последнее, Одно из последних по времени написаний Я прочту Бабушка Ева. Это, наверное, еще никто не читал, На журналах не было напечатанных. Расскажи нам, бабушка Ева, Как вы жили в раю? О чем тут расскажешь? День, похожий на день, Слепая отца не различишь, Нет раньше, потом, Сейчас, значит, всегда, Нечего вспомнить. Как это нечего? Есть все, чего не захочешь, Исполняя любые желания. Какие, возможно, желания, Если все и так уже есть? Кроме единственного, О чем поневоле думаешь, Потому что запрещено. Гуляешь, бродишь без целей, Заносит туда же. Тень поспевает раньше, Сбирается по ветвям, Поглаживает налиты плоды. Натекает сладкая слюна, Колотится сердце, И скользкий шепот в ушах. Попробуй, чего ты боишься? Нельзя, сказали, умру. Умрешь? А ты знаешь, что это такое? Значит, не буду жить, Не будет того, что сейчас. Думаешь, это жизнь? Ты, может, еще не жила. Надкусишь, тогда узнаешь. Круглая тяжесть в руке, Запахи набухают, тускнеют, Тронулись в рост побеги, Среди зелени проявились Детские лица, лица зверей. Сзади голос Адама. А мне? Обернулось? Как объяснить, что вдруг случилось? Вокруг ли, с ним, ли, со мной Еще не возникли слова, Чтобы это назвать? Я не знала, что он такой, Что со мной может быть такое. Стало немного страшно. Оживал, наполнялся воздух, Небеса раскололись. Грозный гром или голос Погнал нас спину, как ветром, Христал холодным дождем, Не давал стоять на месте, Пока не свалились без сил К попутном укрытии под камнями. Дрожа согревали друг друга телами. Чем же еще? Вы, наверное, пробовали вернуться? Куда? Разве можно вернуться в тепло До рождения? В утробу? В тесноту изобилия без желаний? Без детского смеха? Нам еще предстояло уже узнать, Что жизнь именно эта. Ноги, сбитые в кровь, Боль, голод, усталость, Счастье согреться, Насытиться, отдохнуть, Неуверенность, чудо близости, Потрясение, когда из тела Рождается тельце в твоей крови, Ощутить сладость чмоканье у груди, Окунать лицо в новый воздух, Сознавая, что каждый день Может оказаться последним. Лишь неизбежность конца Делает жизнь жизнь. Не могу найти Пикассо. Папа, давай вот. Давайте Пассианс прочту. В домах зажигаются окна, Вечер раскладывает Пассианс. Дама в цветастом халате Хлопочет на кухню, Ждет гостя. Дать вино или что-то покрепче Он сам не сообразит, Приходит с цветами, Романтик не полетал. О белье надо все-таки не забыть, И блузку надеть голубую, Кнопкой там легче расстегивать, В случае, если что. Пассианс до конца не разложен, Парень у детской площадки Ищет взглядом окном. Последние закаты. Подсвет на высоком стекле Непрозрачен. Отсюда снизу не видно, Не видно, что она стоит у окна, Смотрит на дом напротив, На освещенную занавеску с тенью, Профилем кактуса, Небритого, как щека, Который мечтает прижаться. Вечер тасует карты, Зажигаются, гаснут окна, Разноцветные абажуры, Люстры, соцветия лилий, Валет все никак не приходит. Бубновый или червог, Король ложится на даму, Который раз не на ту, Несовпадение масти, Марьяж выпадает редко, Одиночество пахнет уксусом, Придется раскинуть опять. Перед дымом разномастных окон На темных стеклах трепещет, Мерцание телеэкранов, Поцелуи, драки, погони, Вариантов не так уж много. Туз в окрушении шестерок, Десятка где-то застрял, Ползет, страдая одышкой, От затора к затору, Дыша вместо воздухом газом, Но движется вместе со временем. Труднее всего ожидать. Пассиан с переменчивых окон, Непроницаемых в жизнь, Живущих рядом, Бок обок, Закрыты от взгляда друг друга, Сойдутся случайно в лифте, Раскланиваются у подъезда Или выгуливая собаку. На чего наши таксы похожи? Ну, случайно не родственники? В самом деле, да что? Бывают же совпадения, Они-то все и решают. Гость у дверей откашчивается, Поправляет на горле галстук, Букет растерзан на ее давке, Пахнет оранжереей, И как будто похоронами, Воспоминания не кстати. Шаги, поворот замка. Пассианс значит просто терпение, Терпение и надежда, Расклад, глядишь, вдруг сойдется, Ведь есть же везение, Удача и, говорят, судьба. Немножко отдохнуть. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть ли у нас вопросы? Спасибо. А где записка сейчас? У Андрея записка сейчас, Давайте я все-таки Шемель прочту. Я, как вы знаете, написал повесть о Гоголе, Как некоторые знают здесь. На этот самый день в феврале это о Гоголе. Шемель. Сорвана с плеч шемель, Глубже костей проник, Холод уже вездешний, Нечем душу согреть, Нечем ее прикрыть. Закручены снежные вьюбы, Распались без оболочки, Во мраке растворены, Строки для дома, Ни, сложенные из букв, Ровно одна к другой, Без единой ошибки, Без заботы о смысле, Только лишь с предвкушением Завтрашних букв, Из которых возникнет она, Шемель. Так, как я кач. Сорвана с плеч шемель, Выдернутые сплети, По снегу разбросаны пуговицы, Без скрепок расползаются очертания, Спешены круговертью, Уходят с шипящим звуком Пробегающую черноту, Буквы, Дома без окон, Ни, прожитые, Нет ли, Прогроченные неощутимо, Словно с мухами щи, Дух травяной жвачки, Теплый нечаянный ветер Из лошадиных ноздрей На миг Костулся щеки. Сорвана с плеч шемель, Освободилась душа, Больше не прожитых дней Этот предельный миг Вырвалась, чтобы очнуться Где-то уже не здесь, Вспомнить себя, Обрести, Заново или впервые, Складываясь из букв Под чьим-то властным пером, Морщины, Нелепое имя, Под слеповатый взгляд, И воплотившись сполна, Живее еще живущих, Ночами являться пугаю Из призрачной пустоты. Уж не меня ли вспомню, Тронет за плечи, Скаясь, Ищешь рассыпанный смысл, Сочувствуешь с высока, Бедняги, Себя не чета, Надеешься заговорить, Жизнь, Незаметно утекшей, За таким же столом, В пятнах черниг, Тоже с пером в руке, А на плечах, Что у тебя, Не шинель? Скидывай, Все равно Впустишь в себя, Как истину, Тот же холод, От которого не укрыться, Не убежать, Сорвана с плеч шинель, Что остается? Перья, Пара носков, Да пугариц, Стопка бумажных листов, Исписанных ли пустых, Тоска непрожитой жизни, Жалость кому не к себе, Надежда среди нить, Буквы, Дни или мух, Проглоченных вместе со щами, Дух травяной жвачки, Ветер из влажных ноздрей Проснется на миг щеки, Добавишь хотя бы немного В мир своего тепла, Чтоб до конца не застыл. Здесь еще цитаты из Гоголя, Если еще нет. Да, пожалуйста. Марк, я сейчас перечитываю... Может кто-то почитает по книжке? Нужно вопрос. Нужно вопрос, Марк. А-а-а! Надо ли не спреподавить, Чтобы написать, потому что... Он не сможет вопрос. Марк, это я. Таня, Таня. Танечка, обойди с той стороны. Нет, у нас нет. А-а, я перечитывала двое... Подойди, говори, Я перечитывала твои дневники, да? Недавно. Ну подойди ближе. Ну, не могу я подойти сюда, подойти. Так, подойди. Я перечитываю твои дневники, да? Дневники, дневники. В зал, в зал, говорю, да. Я буду тебе... Стань, я левым ухом слышу, право, я не слышу. Что делать? Перечитываю твои дневники. Я с детства оглох. Ну, ничего. Перечитываю дневники и поняла, что твоя проза рождалась так. Ты сначала придумывал сюжет, а потом на этот сюжет нанизывалось то, что думал ты, и то, что делал ты. Ты слышно, все слышно. Все слышно, слышно. То, что делали твои персонажи, независимо от тебя, и то, что ты им предлагал делать, то есть вот такое рождение. Это твоя проза. Твои стихи для меня очень много значат. Но это уже эпические произведения. И рождение их происходит совершенно иначе, с моей точки зрения. Безусловно, тут нет сюжета, который ты придумаешь, а потом создаешь свои верилины. Это должно произвольно ложиться на бумагу. Есть ли у тебя вот такое ощущение, разница в творчестве, в моей жизни? Есть ли у тебя? Или вы ощущаете? Ну, я все это выразил в одном стихотворении. Почувствовать, понять загадку ее очарования, вникать, еще не разгадав, пока она вибрирует, трепещет, неуловимым переливом красок, возможностей, как рыба, еще в воде. Вот это. Ну, ты знаешь, интересно, интересно то, что, наверное, два года назад я тебя спросила, как ты можешь сформулировать понятие эпического произведения. Ты сказал, а я об этом не думал даже. Я так действительно не думал. Да, но твои стихи – это чистый раз. Ну, вот тогда напиши об этом, да. Пусть кто-то скажет. О моих стихах, кажется, еще никто не написал. Я выкладывал их в свой Facebook, я просил своих друзей по Facebook сказать, что о них думают. Мне разные люди говорили, что им нравится, но сказать о них что-то очень трудно. Было несколько отзывов, но я их не буду цитировать, потому что получится, что я хвастаю. Ну что, еще какие-то вопросы? Ну вот один вопрос, который был написан на бумажке. Что в планах у вас еще написать? О творческих планах. Да, планы, что написать. Вы знаете, во-первых, вы все-таки учтите, что мне 80 лет. У меня есть друг скульптор Силис, Николай Силис. Он говорит, что... Я его спрашивал, что ты планируешь сделать? Он после 80 лет, он сказал, не бывает планов. Ну, вот и косло, и после 80, и после 90 были. Ну, кроме всего, у меня был второй инсульт полтора года назад. Вы знаете, не стоит говорить о здоровье, я всегда этого не любил и считал, что это неверно. И о возрасте. Но я однажды в своей эссеистике заметил, что на людей это хорошо действует. Потому что люди видят, что вот в таком возрасте и после таких болезней можно не только жить, действовать, но и писать, и работать. У меня, правда, планы очень простые. Если кто-то читал упомянутые здесь книги моей эссеистики, это стенография. Я когда-то лежу в больнице, овладел стенографией. Ну, я думаю, тут многим не надо это объяснять, здесь много моих знакомых. Сценография – это способ сокращенно излагать свои мысли, воспоминания. Они давали много возможностей, во-первых, коротко записывать, а во-вторых, в советское время они позволяли записывать вещи, о которых не хотелось, чтобы тебя прочли. Со временем я их стал расшифровывать, и возникло несколько книг у меня. Сценография начала века, сценография конца века. О них издало издательство «Новое литературное обозрение». Сейчас я работаю без всяких планов. Работаю над большой книгой, которая называется... Ну, ее можно назвать еще одна сценография. Она называется «Разговоры, встречи, размышления». Это сценография, которая пока что издательство НЛО не поставило в свои планы. У меня есть еще книга, которая называется «Способ существования». Вот это то, чем я занимаюсь. Это не работа. Это способ моего существования. Я пишу для себя. Иногда это оказывается интересно читателю, вот как, например, эти книги. Я их писал, как вы только что видели, для себя. В том числе и стихи. Вот это способ существования. Так что, если вы спрашиваете о планах, мои планы – писать свою сценографию дальше. НЛО отказывался, пока медлит с переизданием моей новой книги. Говорилось, что старая еще не распродана. Вот сейчас такая издательская политика. Нужно, чтобы все распродали. Но мне говорили, что не могут купить эту книгу. Вот интересно, не знаю, почему не могут купить. Для тех, кто меня здесь не знает, у меня, кроме упомянутых здесь книг, вышли две сказочных повести для детей. «Учитель Вранья» издательства Махаон и продолжение ее. В этом же году, в этом же году, праздник неожиданностей. То есть я, в этом году вышли не только эти две книги, но еще и праздник неожиданностей. Так что 80 лет можно работать. АПЛОДИСМЕНТЫ Марк, ты недавно встречался со школьниками по поводу твоих книжек. Вот какое на тебя впечатление это произвело? Что ты можешь про это рассказать? Про встречу со школьниками. Я встречался со школьниками, второклассниками, одноклассниками моей младшей внучки, которой, значит, 8 лет. Вы понимаете, когда я писал когда-то свои детские сказки для детей, я их сочинял. Меня спрашивали, как я их сочиняю. И когда-то я их сочинял, гуляя со своими детьми по лесу. Я им рассказывал свои сюжеты, они мне добавляли. И у меня, это все меня почти знают, у меня трое детей, пять тревнуков, а сейчас еще одна правнучка. Вот здесь сидит ее папа. И, значит, но с некоторых пор мне некому стал рассказывать эти свои сказки. Какое у меня впечатление от школьников? Вы знаете, это счастье, младшие дети. Пусть не обижаются мои старшие дети и старшие внуки, присутствующие здесь. Но когда они подрастают, это уже что-то другое. А вот 5, 7, 8 лет, это просто чистое очарование. Я готов их слушать, смотреть, как они прыгают. Они не могут ходить нормально, они скачут при каждом шаге. То есть я ими любуюсь, я ими восхищаюсь. Мне очень интересны вопросы, которые они мне задают. Они мне задавали гораздо больше вопросов, чем здесь. Например, дети, потом жаловались родителями, мне родители по интернету написали. Они не успели вам задать все вопросы, которые хотели. И учительницы не дали, а так много вопросов задали. То есть они читают. Они сами читают книги. Я в восторге, дети, Валерия. От маленьких. Большие дети тоже зададут какие-то вопросы? Вообще счастливы те, у кого младшие внуки, если младшие правнуки, как у меня. Я жду, пока подрастет, и я смогу с ней разговаривать правнучками. И второй год только. Хорошая вещь возраст, друзья мои. Хорошая вещь. Вообще, в этом возрасте только и начинаешь по-настоящему ощущать не только детей, но и внуков, но и... Я написал о вспоминаниях о родителях, и я понял, что значит что значила для них моя болезнь, например, когда болеют мои дети, я понимал, что значила для них моя болезнь. Ну, про болезни не буду. У меня с этим много связано. То есть, я родиться и большинство понимать такое, и, к сожалению. Ну, что, Макс Ильич, может быть, еще несколько стихотворений? Стихотворения? Сейчас, если сейчас волос не пропадет. Так. Вот. Пожалуйста, поздний Пикассо, поздний Пикассо. А скал, а скал, поцелуй или пожирание, выдавленные в одно другое перепутанные тела, чья-то рука, чья нога вместе несет в провал, где распадается разум, где все восторг или ужас, предчувствие неизбежного. Пикассо, в округлости, в курчавую щелку. Вот что прекрасно в искусстве, если забыть о безднах, лишь прикрытых поверхностью. Рука ведет кисть сама по ту сторону мастерства. От всего надо освободиться. Опреченный бык, упрямый мужской бодец, умиротворения нет и на девятом десятке. Неизбежность покоя страшит, как разложение тел, как видение смерти, глянувший однажды из зеркала. Измученные глаза, скорбный рот, оголенный череп автопортрета, желание до последнего сопротивляться, оставив потом в мастерской пустой белый холст, словно дверь открытую в неизвестность. аплодисменты. Спасибо. Спасибо. Безнадежно заел иголку, не сдвинется музыка с места, падает с дерева лист, с той же ветки все тот же, падает с дерева, падает с дерева пар, тронешь легонько пальцы, поможешь освободиться, падает с дерева лист, проплывает облако в небе, ветер несет его дальше, и время двинулось с ним. на календаре меняются цифры, месяцы, дни, недели, падает с дерева лист, проплывает облако в небе, то же или другое, возвращаешься, возвращается как припев, пробуждение, голод, работа, насыщение, усталость, день проход, день проход, день проход, но стрелает снова иголка, все никак не пройдет. В пластинке из Янги жизнь повторается тоже, осень сменяет зима, лето сменяет весну, падает с дерева лист, проплывает облако в небе, жизнь прохо, жизнь прохо, жизнь прохо, трогаешь, подгоняешь, чтобы сдвинулась дальше, не без конца же крутиться, должно быть что-то еще, жизнь прохо, жизнь прохо, жизнь прохо. Я это понимаю, старшие, у кого старые пластинки застревали, да? Я это тоже понимаю. Да. У всех жизнь прохо. У всех прохо. А вот для новых, тех, кто не хочет и разжидать, не думал, что буду столько читать. Можно, да? Жизнь на свалке называется, жизнь на свалке. Здесь не остатки вещей, не очистки гниющей слизьев. Догневают слова, обращенные ни к кому. Вздохе любви до востребования, озарения без экспертизы, монологи надменного одиночества, уязвленные вопли, безразмерная болтовня с изображением, звуком. Войти сюда может каждый. Пространства хватает на всех. Здесь свои территории, закоулки для митингов, сборищ, игр, забав, конференции, безопасного секса. В каждом свой язык, свои партии, клубы по интересам, свои лидеры, звезды, безумцы, даже святые, свои гении на вершинах, воздвигнутых для себя же, чтобы напрямую общаться с вечностью, не опасаясь сравнений. Паутина без центра, где кто-то дождался поживы, без иерархии, без сортировки, на высокое и не очень. Вспыхивает там и сям под случайным лучом осколки, драгоценности на мгновение, невоспринятые шедевры. Обитателей здесь все больше. со временем ждать недолго сюда переселится большинство. Дело идет к тому. Переработанный мусор, сырье, из него можно сделать щебенку, извлекать драгоценные элементы, кормовые добавки. Сохранился бы этот для археологов плодовая. Говорят, что недолговечен, изобилие неохватно. Своевременно не заглянешь, язык уже непонятен. Сеть, говорят, погаснет, не исследует ли раньше бумага. Это дальше. Диалог с Иолом. Я его читал на вечере памяти нашего друга Ильи Габая, который писал поэму об Иове. Иов или Иов, я произношу Иов. Благодари за страдания, за бедствия. Если бы не они, ты не прикоснулся бы к боли, к нерву, к чувствелищу жизни, прозябал бы бездумно, как блаженный тростник на ветру, не узнав самого себя. испытания возвышают, трагедии преображают обыденность, раскрывают суть человека. Есть величие, очищают, как очищают огонь, заряжают энергией творчества. Есть величие в катаклизмах, революции, войны, историй, как извержение вулкана, землетрясения, та же стихия, не подвластная никому. Взбудоражена, вспучена жизнь, ты свидетель грозных событий, перевернувших весь мир, прикоснулся к их напряжению, оказался отмечен. Это один Иов, это ответы. Картинный конец Помпеи, зарево все небо, митинги, шествия с флагами, интеллигентские, интеллигентные комиссары, всадники с шашками наголо, взрывы, тропы в воронках, пусть даже голод, пусть раны, пусть вывороченные кишки, восторг эстетов на расстоянии, пока не дошла, не проникла. Стихия насилия ублюдков, убыдло развязаны руки, хуже, чем боль, чем боль, унижение опустят, сломают, размажут, опомнишься запоздала со стыдом, умерзением, ужасом, отвернешься от себя же недавнего, лучше не вспоминать. Есть пена, есть грязь, не укрываешься, страдания не каждому впрок, боль не для слабых духом, решает основу, причастность к высшему замыслу, назовем это верой, конец все равно не минуем, но не у всех равноценен, блажен, чью жизнь увенчает единственной, не случайной, достойной прожитой жизни, как оправдание и смысл. Не всем дально выйти из испытаний, обогатившись, есть избранные, есть званные, судьбы удостоен не всякий, кто-то уйдет незамеченный, о ком-то слагаются песни. Живут и страдают одни, воспевают живших и другие, обосновывая и философствую, но за что младенцев, детей, ради какого эксперимента парить с сатаном, чтобы проверить достойкость на верность вере, пробудить духовные силы, какой высший замысел в газовых камерах, душегубку, где переводят тела на мыло, волосы на матрасы, что извлекли из страданий выжившие, кого они могут славить, кому задавать вопросы, кто может на них ответить? Иов, логика здесь не поможет, послушаем, голос слышим, слушаются, ждут. Ну, давайте, может, подошло святворение, которое называется «Вино поздних лет», давшее название сборнику. Может, на нем закончили? Да. «Вино поздних лет», чтобы было понятно, почему так озаглавлено. «Выдержанное вином, зрелый букет, настоянный на годах, проявляется, оживает на небе, в глубине языка. Все богаче, все полноценней, задерживаешь, смакуешь, сколько еще на дне сосуд непрозрачен, чем меньше, тем драгоценней остаток, когда каждый глоток может оказаться последним. Все обостреннее, ярче накаляются чувства жизни, все напряженнее душа, все насыщеннее ароматы. Драгоценнее блаженства сна, бессонница перед рассветом, время странствий по памяти, вдохновенных открытий, недотлево потревоженный уголек, сколыхнется легкое пламя, светится предрассветное тело, сияет лицо любимой. Разве раньше ты знал, что можно всю жизнь влюбляться, не насыщаясь, сходить с ума? Разве старится время, все благоухание и настой, все сладостней поздней хмель, как бывает только впервые. Терпкий выдержанный букет, растворивший в себе, вобравший соки земли, где жил, где жил, свежий дождей и гроз, растекается с языка по телу, заполняет каждую клетку, спадает жар воспаленного солнца, запахи загустевают, травы колючие, сухие, но все нежнее цветы, удлиняются тени ресниц, солнце заходит, заели, вечерние игры летели, их возгласы лепят, внятны, как никогда, обновляешься вместе с ними. Вино в непрозрачном сосуде, дрожь зябкой осенней лужи, благословенье пережитой боли, возвращение из провала, лихорадка выздоровления, счастье дышать свободно, небывалось небывалого дня, каждого часа, мгновения, смакуешь, не торопясь, предвкушаешь, с трепетом, но без страха, еще не испробованная до конца, остаток на дне, вершину, поднимая, как тост благодарности, задорованная тебе чашу пока еще не добитой жизни. за этот замечательный вечер. Я думаю, что сейчас будет автограф-сессия, можно купить книги и получить автограф-автора. Макс Сергеевич готов в сессии, так что, дорогие друзья, переходим ко второй части вечера. А вторая часть чем? Подписывать книги в интернете.